Александр Пушкин Памятник Комедис Альберт Фанеев Мордкиен вычитаем памятник Купты-суфты Сидор езден туй Астуржи пыржинем Александрийской столпыщ Джорджи Циленсотта Наюран вылежек на сцен У меня отец был такой анекдотчик Мог рассказать про каждого Нашего деревенского товарища Какую-то историю веселую Не очень веселую Деревенские истории же всегда Какие-то события происходят Парень с девкой На работе какие-то случаи Очень красочно это все рассказывал Какие-то вещи я уже включал Из его рассказов То есть история о деревне Практически история о наших родственниках История рода За чужитами никуда идти не надо Просто вот Покопайся в собственной Истории В своей родостовной Обязательно найдется какой-нибудь Ну негодяев конечно мы не берем Сторонка оставляли У нас не может быть негодяев родов Вот Про таких мы не вспоминаем Но вот какой-то интересный человек Всегда найдется Вот в 2014 году написал книгу Она Ну в какой-то степени Наверное Мифологическая В какой-то степени Историческая По крайней мере В той части Которая касается Пана Сотника Ну вот Я даже пытался Попытался Сохранить тот язык Который существовал В 16-17 век Я затронул Чисто в языковом плане По крайней мере Дух Той эпохи Ну а потом Друзья говорят А что это Давай выдвигай на премию Ну не знаю Там же Народов там много Выдвигай В общем эта книга У меня В общем Хитрик получился Хотя Исторического образования Мне не хватает Немножко наверное В каком-то плане Чисто таком Профессионально Потому что Все-таки Афилолог По образованию Хотя Этнография Она тоже Наука Историческая И в отделе этнографии Работаю сейчас И с этнографами Общался Работал Много Ну и в принципе Езжу тоже У тех же немцев У тех же ханты В первую очередь Я приезжаю Как этнограф То есть Девять раз Ездил в Сибирь К хантам От государства Если я допустим Отсюда Затею какую-нибудь Экспедицию То смогу съездить Вот в Ильгард Например Ну то есть Выделяются суточные 100 рублей В сутки До сих пор В каком смысле А вот 100 рублей Сутки Выделяются Суточные Там Какие-то Квартирные Расходы Небольшие Там Еще что-то Транспортное Ну то есть На большие суммы Рассчитывать Не приходится Есть Грантовская система Вот РГНФ РФФИ У нас были Это Академические Наши Гранты Выделяют Но там тоже Как бы Просишь одну сумму Выделяют Немножко меньше Есть как бы Два уровня Изучения языка Это разные уровни Язык Как государственный Ну как Выучил пару фраз Там Где-то Словарь взял Со словарем Какие-то Фразы Знаешь Название Учуждений Ну и ладно Не знаешь Хорошо Тоже Какие-то Самые-самые Такие Примитивные Фразы Примитивные Эти А язык Как родной Он все-таки Требует Более Такого Глубокого Изучения Ну и сократили Часы Допустим Русский Три часа Например В неделю Коми Один час Причем Преподают язык А литература Идет Как пристегнутая К языку Отдельным Предметом Не идет Вот это Конечно Жутко Потому что Как изучать язык Без литератур Язык Литературу Они всегда В паре Идут Вот ты изучаешь Там грамматику Структуру языка А вот тебе Примеры Живые Это Конечно Жутковато Это сейчас Против местных Языков Сейчас Обучение В школе Свели К факультативу Это Глупость Несусветная Как бы Обосновывать То Что Надо Продвигать Русский Язык Язык Государственный Язык Межнационального Общения И так далее И Чтобы русский Язык Лучше учить Сократить Национальные Языки Ну это По-моему Идиотизм Потому что Каждый язык Это Своя форма Отражение Мира Мира Картина Мира Создается В каждом Языке Своя Если В чукотском Языке Есть Сорок Названий Снега Для нас Что Снег Снег Сырой Еще Какой-то Колючий У них Состояние Каждое Состояние Снега Называется Отдельным Словом Есть Термин Допустим Вот такая Картина Мира Когда Они Видят Разнообразие Какой-то Небольшой Детали У нас Снег Есть Нету Сырой Несырой Сухой Еще Какой-то Наст У них Наст Восемь Состояний Может быть Кучок Тейен Омоза Меджо Нечке Энвитчиш Венечелем Войпом Ищен Пов И Суклящем И Ошком Меджо Валовечкать И Ёйкать Венчина Оскол Войпом 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 Войпом